Ребят, всем привет, с вами Гаро Я часто говорил вам про то, что играю в эту игру Ну вот решил наконец-то показать, как это выглядит, собственно Да, игра называется Hearts of Iron Или День Победы в русском переводе Игра очень странная для многих, покажется Это варгейм, стратегический варгейм И я, честно, заранее извиняюсь, наверное, за такой вот показ Потому что, ну, смотреть это, наверное, будет далеко не всем интересно И я понимаю почему Но меня частенько просят ее показать Я как бы решил, ну окей, раз просят, то просят Давайте покажу, что она вообще из себя представляет И во что я периодически поигрываю, что мне доставляет Какую-то графику там или супер экшен Сразу говорю, не будет, выключайте и забудьте про это эфир Там есть Hearthstone, есть Demon's Souls, есть много чего еще Это игра про другое Окей, давайте начнем С чего мы вообще будем приступать Прежде всего, это выбор даты Как вы уже, наверное, догадались Игра посещена в Второй мировой войне Соответственно, у нас есть все страны На выборах не так много То есть, после Второй мировой войны Стран на нашем шарике значительно прибавился Та же Индия, как видите, это все еще Англия Часть Африки фактически поделена между Англией, Францией, Италией Есть даже колонии, по-моему, Португалии Да, Португалии, вот есть бельгийские колонии То есть, прежде всего, мы выбираем страну, за которую мы начнем Ну, я начну за Японию Есть у меня мыслишко Все-таки добраться, да, вот до США Устроить что-то невообразимое На самом деле, историю здесь двинуть С места достаточно тяжело С того места, как она шла на самом деле Но я постараюсь Начну я, соответственно, с Японии Дату начала 36-й год То есть, это на пути к войне Потом, ну, тут, видите, сразу сами много различных дат Но я возьму 36-й год и именно Японию Попробуем за нее повоевать Я постараюсь описать, что я вообще и как тут делаю Но сразу говорю, игра очень непростая Я знаю, многих-то обучение даже не проходил Да, появился я вот на таком стратегическом экране Тут куча менюшек, куча информации Которая сразу вам вряд ли о чем-то скажет Достаточно сказать, что здесь достаточно много режимов Карты То есть, это карта, в данном случае, карта местности Есть карта рельефа, опять-таки, которая показывает нам леса То есть, это лес, горы и прочее На самом деле, это может показаться мелочью Но это тоже все важно Также есть погодная карта Достаточно полезная Если вы активно пользуетесь авиацией То есть, ну, не стартанешь с авианосцем самолета Если не погода Разведывательная карта Карта восстаний Дипломатическая карта Карта регионов Карта снабжения Наиболее полезная, пожалуй, карта Это карта снабжения Поскольку она показывает наши пути снабжения И позволяет, собственно, понять, насколько это вообще важная фигня Во время войны Что нам дают эти самые снабжения пути Карта инфраструктуры Чем менее развита инфраструктура Тем тяжелее подвозить войскам припасы И прочую фигню Так, карта театров военных действий Но это не столь важно, на самом деле Потому что у меня этих театров военных действий не так много По сути, сейчас, в данный момент, это только два Имперский генеральный штаб Который, подчинение которого находятся, собственно, войска На основном моем На основных четырех островах И, собственно, флот И, конечно же, Квантунская армия Которая располагается сейчас в Манчжу-Гоу И на полуострове Кореи Там карты сил, карты ресурсов Ну, то есть, где какие ресурсы Опять-таки, в игре много ресурсов Но я, как правило, пользуюсь политической картой Она наиболее адекватна То есть, на момент 1936 года Что у нас есть? Это, собственно, Япония Часть островов на Тихом океане Как видите, не везде даже у нас есть гарнизоны Вот, например, на острове Ивадзимы Тот самый знаменательный остров Где флаги наших отцов И все в таком духе Это знаменитое фото американцев Да, вот здесь вот так вот Ивадзима расположена По отношению к Японии И здесь у нас даже на текущий момент Нет гарнизона Окей Как видите, там, да, у каждой провинции Можно строить инфраструктуру Радарные станции, авиабазы Морские базы, заводы Береговые укрепления Просто укрепления Куча разных фигни Да, я чуть не забыл Я же начал рассказывать про то, что у нас вообще есть А есть у нас, да, наши острова Вот этот пресловутый кусочек Соседствующий С Советским Союзом Да, именно вот тут вот всякие находятся Спорные территории На которые японцы до сих пор негодуют Из-за которых И Корея Корея полностью оккупированная нашими войсками И по сути принадлежащая нам, да Вот этот полуостров Корея И Маньчжу-Гоу Это марионеточное, по сути, правительство Вот, является государством Маньчжу-Гоу Ну, это сателлит государства Япония, да То есть, здесь власть полностью Принадлежит, по сути, японцам Мы спокойно можем передвигаться по их территории Мы получаем ресурсы с их территории Мы также можем обеспечивать снабжение собственным войскам Ну, и заниматься прочими нехорошими вещами Сейчас я быстренько разберусь с войсками Что сильно не париться Я, честно, небольшой, как бы, мастер в этом Так, отлично Я просто смотрю, какие у меня, прежде всего, есть флотилии Да, то есть, я не трогаю пехотные пока Кавантунской армии Я, скорее всего, доверю управление компьютеру Но я потом объясню, почему я так сделал Так, прежде всего, мне нужна транспортная флотилия Она мне понадобится для высадок Также я соберу в отдельную флотилию Мои авианосцы Мне, по сути, я особо сильно флотом рулить не умею Как правило, я его использую для прикрытия высадок Но комп рулит им еще более печально Поэтому, все-таки, я флот отбираю Стараюсь наиболее интересные образцы начальные флота отобрать Да, вот, в принципе, три линкора Нагаты, Ису и Хиюга Возьму Фусолинкор, Ямасиро и Кирисима Также их заберу И для прикрытия мне понадобится В принципе, Мит, Муцу тоже здесь можно взять Так, таким образом, получается, четыре авианосца Аж пять линкоров И мне нужны какие-нибудь легкие Да, вот, как раз хорошо подойдет Да, в итоге они соберутся в этой области Я всех их вывел из-под управления компьютером В принципе, мне можно теперь полностью передавать управление Генеральному штабу имперскому Пусть он рулит оставшимся флотом Меня он не сильно заботит А, единственное, что я забыл Это передать транспорт Эквантунской армии Потому что, в противном случае, это будет грустно Видите, эскадры эсминцев Куча флота у Японии Но, на самом деле, он пока 36-й год, он не очень, так скажем, качественный Да, вот, в принципе, двух транспортов Под прикрытием одних эсминцев Квантунской армии для перевозки Первоначальных хватит Вполне То есть, никаких десантных операций она совершать не будет И это я буду сам делать Но Мне хватит и такого Так, наступательная тактика, в принципе Квантунской армии тоже отдам я Под управление компьютером Потому что большие операции на земле проводить достаточно тяжело Здесь, конечно, не очень большая операция Но потом же Мы же пойдем в Китай Если вы помните историю То японцы в Китае завязли надолго Так, здесь у нас, в принципе, все мы распределили Да, единственный истребитель еще Придать Квантунской армии Пару эскадриль и истребителей Причем тут есть информация по истребителям вся То есть, в данный момент, 36-й год У меня на вооружении истребители Кавасаки Ки-10 То есть, там, авиодвигателя, даже базу нет Там, подготовка пилотов Модель 18-го года То есть, ну, вообще, древняк полный и ужас Что у меня действительно неплохо развито Это... Так, я что-то не понял Момент Ага, ага, ага Я авианосца не вывел Твою мать Да Сейчас я авианосца выведу Секундочку Из-под управления компьютера Зуйха, Кага Рюйджо И... Акаги Да Как видите, еще Зуйкаку, Сёкаку Нету Хирю и Сарю Подавно даже в проекте нет Не говоря там о других Так вот, теперь это выглядит получше С войсками вроде бы Разобрались потихонечку Основная часть Квантунской армии Все равно у нас будет средоточена На границах с Советским Союзом Тут уж ничего не поделаешь Но основное наше движение Это пойдет, собственно, на Шан-Си То есть, Китай в данный момент Для тех, кто не в теме Вообще, на момент 1936-го года Он был достаточно раздроблен То есть, у нас есть Национальный Китай Есть Коммунистический Китай Есть Шан-Си Есть Клинка Гуан-Си Вот она Здесь Индокитай Принадлежит вообще французам Здесь у нас Сиан Здесь еще одно китайское государство Юань Юань-нянь Как-то он так И северо-западные земли Как они называются? Клика-ма Я обычно ма просто называю Здесь у нас Тибет Ну, это все Не сильно нас парит Окей Теперь с технологиями Второй момент, с которым Надо разобраться Это технологии Что вначале прокачивать Поскольку очевидно, что Ну, 36-й год на дворе Да, 1 января 36-го года Нам предстоят Наземные операции Соответственно Мне наиболее интересно Это развитие армии То есть Это стрелковое оружие Это легкая артиллерия Это оружие поддержки пехоты И противотанковое орудие То есть мне Как можно По максимальному Можно развивать пехоту То есть На данный момент Видите, у пехоты Практически нет вооружения То есть там Какое-то сейчас Она начнет получать Но Оружие Так же Тут прям Даже пишется То есть там Винтовка Типа Арисака Тип 90 Оружие поддержки Все здесь все Соответствует Реальным Данным Технику я пока Трогать не буду Здесь тоже Куча всего И противотанковые Стволы И так далее Мне это пока не важно На самом деле Китайцы Не особо технически Развиты были На момент 36-го года То есть Мы вполне Нам хватит Обычных Пехотных дивизий Чтобы с ними Расправиться Плюс поддержка С моря Поскольку я буду Брать их Все-таки С моря В основном Высадками Морской пехоты Так Промышленность Наиболее интересное Что всегда надо Прокачивать Это промышленное Производство И промышленная Эффективность Также мне нужно Образование Это то Что будет Тратиться Собственно Вот эти Очки лидер Тратятся На развитие технологий Поэтому образование Их увеличивает Я их всегда прокачиваю Людские ресурсы Без конца армии Строить нельзя Есть определенные ресурсы Людские И развивая сельское хозяйство Мы количество этих самых ресурсов Увеличиваем Но у нас есть серьезная проблема Я потом Сейчас про нее расскажу Но это первое Что надо решить Вообще Японии Когда начинает Так Второй момент Это перевозка припасов Затраты на перемещение припасов Снижаются И пропускаемость припасов Плюс 10% Это как раз то О чем я говорил Снабжение Армия У которой нет Боеприпасов Не может атаковать У нее снижается Боевая эффективность То есть она просто Банально Не может идти в атаку Не может захватывать Новые территории Поэтому организация Снабжения своей армии Это первое Что надо сделать Для этого Нужна хорошая инфраструктура Нужны занятия Портов И ключевых Точек Так скажем Так Следующий момент Это теория армии Я пока видите В основном Вкладываю в армию Так это Подготовка пехоты Мне нужна Собственно Пехота Пехотная организация Да Тут достаточно Все по моему Логично Многие считают Что пехотный взвод Это обычное Ничем не примечательное Подразделение Из-за того Что его подготовке Частенько Уделяет мало Внимания Но если все же Спровести специальную подготовку Пехотные бригады Станут более Организованными Эффективны в бою Далее Мне нужно Центральное планирование Которое улучшит Мои штабы И позволит Чаще проводить Контратаки Также Откроет доступ К стратегическому Планированию Которое в свою очередь Даст шансы На подкрепление В бою Тоже очень важная вещь Потом Мне нужна Система Управления Тактического уровня В данный момент Она мне практически Бесполезна Единственное что Она Но она Откроет мне Превосходство Огневой мощи Это увеличит Количество бригад В дивизии Про это еще Отдельная Песня будет Что такое Бригады И дивизии То есть да Дивизии состоят Из нескольких Бригад То есть возможно Новости Которые по телевизору Начнете лучше понимать А вы поиграете В что-нибудь Такое подобное Значит Такой бригад Такой дивизии Ладно Шучу Так Конечно же Мне нужна Подготовка сил спецназа Это скажется Напрямую На моих морпехов Горно-стрелковые Войска Инженеры Там Все такое Мне в принципе Ну что-то Они влияют на ВДВ На горно-стрелковые Бригады На морскую пехоту И на инженеры То есть Ну пока не очень полезно Так же мне нужен Штурм В принципе И подготовка артиллерии Нет Не нужна Мне сейчас артиллерия Не нужна Организация операции Да Мне пригодится Так же и нужен Широкий фронт Потому что Это снижает потребление Штабом припасов То есть Нельзя Тут Нет такого Что Как объяснить Да Юнит Сам по себе Да То есть Мы возьмем Например Она называется Что у нас First Army Да Но ЦАП себе Этот юнит Он ничего не стоит То есть Это не юнит Это по сути дивизия Используется НАТОвский значок Обозначающий Как раз таки Дивизию Пехотная дивизия Состоящая из Трех пехотных бригад В данном случае Она находится Под непосредственным Управлением Норф Чина Армии То есть Северная армия Китая Вот этот вот Значок Штабной Хайкью У него У него подчинение Видите Находится Одна бригада То есть Норф Чина Армии Штаб Вот этот вот И он управляет Соответственно Несколькими армиями Которые Свою В очередь Управляют Различными Дивизиями То есть Наименьшее звено Это Бригада Но Я бригадами Редко апеллирую Как правило Я стараюсь Собирать их В дивизии Как минимум Из трех бригад Хотя тут Есть различные Варианты То есть Вот видите Бригада Тоже такая Необычная Пехотная Ой Дивизия Пехотная Бригада Артиллерия И инженерная Ну ладно То есть Система штабов Здесь достаточно Такая Замороченная Не буду вас Парить сильно Так С технологией Мы разобрались В принципе 18 пунктов 18 очков Нас тратится На исследование 2 с половиной Мы вложили В подготовку Офицеров Тоже важный момент Влияющий На организацию Ваших дивизий Чем больше Офицеров Чем лучше Подготовка Тем соответственно Лучше Они воюют Поэтому Забивать На офицерье Нельзя Надо Постоянно Подготавливать Так Следующий момент Это производство Что Мы Можем Производить Соответственно У меня По умолчанию Тут Что-то Уже Делается Это Но пока Игра еще не стартанул То есть Видите 0.1 января То есть Сначала Я себе Команды Раздаю И потом Только Все действо Начинается Поэтому Я говорю Что Скорее всего Вам это Будет Неинтересно Смотреть Но я запишу Так просто Выложу Даже без новостей Может Кому-то Это действительно Заинтересует Так Убираю Я не нужен Мне там И так Флота Овер Дофига Я сейчас Воткнусь Поставлю Приоритет По апгрейду Потому что Мне есть Что апгрейдить Мне надо Мои пехотные Дивизии Сейчас улучшить Чтобы у них Появилось Нормальное оружие Какое-то Адекватное И Также Мне надо Будет Сейчас заняться Немножко Торговлей Наладить Торговой Связи Чтобы Получать Ресурсы Если вы помните С чего война Началась В Японии Как раз Проблема была С нефтью И даже Банальным Металлоломом Так Нужно Принять закон Призыв На три года Соответственно Конечно же Принимаем Тут Разных Таких моментов Много То есть Да Можно Различных Назначать Практика Артиллерии Упадок Практика Пехоты Господи Где Начальник ВМФ Что у нас Там Практика Авианосцев Значит Ставил Практик Линкоров Поставил Практику Авианосцев Потому что Все таки Основной Ударной Силой У нас Будут Авианосцы В принципе На этом Все Как видите Ресурсы Все Красным Отмечены Что у нас По сути Из ресурсов Есть У нас Есть Энергия У нас Есть Сталь У нас Есть Дефицитное Сырье У нас Есть Нефть Соответственно Это все Преобразуется В военные Припасы Которые Необходимы Для снабжения Армии Преобразуется В ГСМ Горючее Для армии Которые Делаются Из нефти Собственно И деньги 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 Для многих Вещей Нужны Но Мне Не понадобятся На первом этапе То есть Я сейчас Поставлю Максимальную скорость Буду Периодически Их Останавливать Так Вот и наш Флот Собираем Вместе 16 кораблей Получилось Акаги Кага Рио Фусо Почему Три авианосца Ди Четвертый А вот он Эскортный Зуйхо Просто Зуйхо Только одна Эскадрилья Эскадрилья Тоже довольно Печальная У меня Пока А4Н Д1 А2 Суси И Б2М1 То есть Ну вообще Там На бипланах Летают Но это я В дальнейшем Исправлю Тем не менее Вот эта Эскадра Получилась Довольно Неплохой Сейчас Мне только Надо Изменить Командующего Потому что У этого Явный штраф Он может Максимум 12 кораблями Управлять По моему Кога Нет Кога Не может А если Кога Повысит Звание Да Вот Отлично Кога Будет Командовать Этим Соединением Для удобства Я назову Первый Флот Просто Для своего Удобства Потом Ориентироваться Соответственно Это будет Первый Транспортный Который Будет Нас Высаживать Уже Дивизии Морпехов Ну Я думаю Вы догадываетесь Что я играю Не первый раз В принципе Понимаю Что тут И как Происходит Так Сейчас Мне Основная Задача У меня Сейчас Очень быстро Уменьшаются Ресурсы Несмотря Ни на что На Оператор У нас Было Оказано Влияние Государства Германия Да Отлично Тут Много Очень информации Высвечивается Но я Часть этих Окошек Отключил Просто Для своего Удобства В принципе Я их сейчас Включу Обратно Так вот Боевые У меня боевые По моему Они фактически Все отключены Нет Так По моему Они у меня Показываются Частично Ладно Посмотрим По ходу Дела Должны Показываться Так вот Чего я жду Я жду Торговых Приглашений Сейчас мы О Советский Союз На нас Оказал Влияние Да Япония За Советский Союз Во Второй Мировой Это было бы Интересно Хотя Нахрен Мы им Нужны Если у них Там Основная Заварука Сейчас начнется Как раз Вот тут Вот Видите Еще Нераспиленная Польша Чехословакия Австрия Не аннексированные Хотя Не аннексировали Ее просто Присоединили К себе Швейцария Франция До сих пор Живая Посмотрите Укусок Франции Да Еще и куча Колоний Все Колонии Франции Не знаю Как пойдет Война В Европе На самом деле Она тут идет Все время По разному То есть Что и доставляет Особенно Так Деньги у нас В плюс Все ресурсы В минус Но у нас В принципе Сейчас в основном Видите Все мощности Производства Их даже не хватает Тратить на перевооружение Нашей небольшой армии То есть Сейчас уже 94-96% Сейчас частично Первое Апгрейд Пройдет Да вот Стрелковое оружие Появилось Нормальное Это Соответственно Так нет Нефть мы продавать Не будем У нас и так Ее немного Конечно Мы ее добываем Обмениваем Нефть можно Обменивать Из энергоресурсов Но это Отдельная песня Так Что у нас Арисака Тип 38 50-ти миллиметровый Миномет Тип 98 70-ти Миллиметровый Пехотное орудие Тип 92 Это легкая Артиллерия Наша И граната Типа 10 Противотанковое Оружие Пехоты Но пока Довольно Грустно Вы видите Да То есть Не очень Вооружение У наших Бойцов Да и корабли Тоже Печалит Что там У нас Эскортная Роль эсминцев Оружие ПВО Вот сейчас Апгрейдится Эсминцы Класса Минникадзе Транспорт И это Есть транспорт Там ничего Особо И не сделаешь Да Сейчас мне Главное Пройти Перемодернизацию Начать Большое Производство Припасов Продавать Припасы На вырученные Деньги На ладе Поступление Ресурсов Я не знаю Я скорее всего Буду налаживать Торговые связи Советским Союзом Постараюсь Покупать У Советского Союза Все необходимое Мне Да Вот там Видите Предлагают Мне чуть-чуть Продавать Постараюсь Покупать У Советского Союза Все мне Необходимое Чтобы в дальнейшем Когда начнется Война Не получить Незапное Эмбарго От США Или В Великобритании И получать По прежнему Свою нефть Свой металл И энерг И уголь Собственно Энергоресурсы Несмотря на то Что у нас Какая-то территория Есть Мы с нее Практически Ресурсы не имеем Очень мало Бедная у нас Страна Что сделать Поэтому Начало такой Войны Не торт Так вот Польша Немного Военных Припасов Хочет купить Причем Это не разовая Как бы акция То есть Мы договариваемся На поставку Но они Периодически Его отменяют То есть Наиболее Выгодные Конечно Условия Предлагают Крупные страны Вот вроде Германии Да То есть Мы им будем Поставлять 24 единицы Военных предпасов В обмен На 4,5 Деньги Так у нас Прокачалась Вот улучшенная Технология Легкая артиллерия Оружие Поддержки Пехоты Соответственно Открылся Доступ К изучению Морской пехоты Что для меня Очень важно Я сразу же Поставлю ее На изучение Потому что Морпехи Это прежде всего Мне нужны Но В плане Производства Что я вообще Буду делать Когда налажу Поступление ресурсов Каким то образом Пока не знаю Каким Мы от импорта Пока не очень Много Имеем Денег Ну сейчас Я уже Начну Пытаться Что-то У союза Покупать 50 энергии Да Они в принципе Соглашаются Поставить Могут еще Не согласиться Поставлять Тогда будет Вообще Все грустно И Следующее Что у нас Кончается Причем В ближайшем Будущем Это Дефицитное Сырье Которое Сейчас Идет Полным ходом На перевооружение Нашей армии Там Квантунская армия Что-то решила Перебазироваться Немножко Натягивает Войска Видите Границы С Советским Союзом Ну Это его Решение Хотя На самом деле Конечно У нас Основная Заваруха Пойдет Здесь Как только Мы начнем Он сразу Перетянет Войска О 45 Припасов За деньги Все Супер Так Немцам Еще продать И Отлично Теперь Надо У Союза Купить Как-нибудь Дефицитное Сырье Пока Оно Не Кончилось Пауза 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 Да Как раз Все деньги Уйдут На это Дефицитное Сырье Но Оно Нам Крайне Необходимо У нас Вообще Его нет Ни черта У Японцев Так Нефть Прирастает Сырье Дефицитное Прирастает В чем У нас Провал В принципе Деньги Есть Провал У нас Стали Метали Не совсем Стали Метал Обозначено Понятное дело Во время войны Там самые различные Японцам Даже банального Металлолома Не хватало Также Купим У советов Да В общем С советами Мы задружились По полной программе Но это я шучу Конечно Если мы сейчас Примем тройственный Пакт С Германией То далеко не факт Что во время войны Нам Советы не выдадут Какое-нибудь веселое Эмбарго Что мы останемся Вообще без ресурсов Но я вот как раз Стараюсь эти торговые Сделки заключить Как можно раньше Чтобы иметь Какой-то хоть Запас ресурсов Потому что Китай нам Какое-то количество Их даст Завоеванный Китай Конечно Завоевать его Еще предстоит нам Игра она такая Не очень быстрая Размеренная Я честно люблю В нее поиграть Когда Так Отдохнуть душой Позырить фильм И чтобы Не скучать Вот Что-нибудь такое Запустить Так Центральное планирование Да Улучшаются наши все Теории Армейские Денег не хватает Отменили сделку Итальянцы Поэтому Деньги начали Проседать О Штаты Сейчас Еще одна Сделка Блин Мелкая Сделка Со штатами С другой стороны В принципе Страны Которые Я продаю Эти припасы Они также Выигрывают Потому что Я достаточно Много Трачу Сейчас Ресурс Как вы видите На производство Припасов Я ничего Больше Не делаю Но Они также От этого Выигрывают Потому что Они свои ресурсы Своей производственной мощности На это не тратят Производственной мощности Я увеличивать не буду Пока что То есть Заводы строить И так далее Мы не будем У нас экспансия У нас война Поэтому Пора начинать Делать дивизии И в принципе Усилять Квантунскую армию Конечно Морская пехота Понадобится Но для начала Я просто Усилию Нам Обычными дивизиями Так скажем Пехотными Тут у нас Есть варианты Бригад Из которых Мы можем Сформировать Дивизию То есть В той же Бригаде В той же дивизии Обычной тройной Например Придать ПВО Или еще Что Можно полностью Самому Сделать Как угодно То есть Все По твоему желанию Как хочешь Свои дивизии Формируй Но Также есть Пресеты То есть Это стандартные Дивизии Причем У каждой Страны Они свои У Японии Они такие были Смешанные Дивизии Кавалерийские Гвардейские Гвардейская Наиболее Такая Адекватная Дивизия На нее Мы в дальнейшем Перейдем Это Материзованная Пехота И легкие Танки Пограничные Дивизии В основном Ставящие из гарнизонов Из гарнизонных Войск И военной Полиции Ничего из себя В принципе Не представляет Мне еще Дешево Потом Дивизия Морской Пехоты То что я буду Использовать ВДВ Ну и Можно самому Формировать Свои дивизии Так В данной Дивизии Три Бригады Мне этого Достаточно Будет Зато Бригад Поменьше Зато Дивизий Побольше То есть Каждая Дивизия Будет Послабее Зато В ней Зато Их Дофига Там Области Китая Уже Очень Велики И Размещать Там Такие Крупные Группировки В одной Дивизии Смысла Не имеет Так 20 Дивизий Да Начнем Тихонное Производство Они Будут Не очень Быстро Формироваться Но К счастью У меня Людские Ресурсы Пока Позволяют Наращивать Квантунскую Группировку Она Действительно Сейчас Маленькая Там Конечно Еще Есть Войска Манджу Гоу Но Они Ничего По факту Не представляют Что они Там Какие Ошметки Этот Порт Очень Приятное Такое Место Для Снабжения Долянь Это тот Самый Порт Артур Помните Такое Шучу Нет По-моему Порт Артур Здесь Находится А Не Долянь Это Он и Есть Порт Артур А Здесь Вот Видите Цусинский Пролив Здесь Собственно Было Это Цусинское Сражение Не Ну Точка Конечно Очень Важная Я Скорее Сего Здесь Мне Не Имеет Смысла Наносить Удар Потому Что Ну Понятно Что Армия Шэнси Она Вряд Ли Сможет Перед Нами Стоять Государство Небольшое Бедное Я смотрю Это Буквка М Это Милитари Ой Милития Милиши Ну в общем Ополчение Банально Ополченцы Это Нерегулярная Армия Поэтому Расправить Расправить С ними Не Не Составит Труда Такой Вот Квадратик С крестиком Это Собственно Пехотная Дивизия Ага Так У нас Уже Винтовка Тип 1 Пулемет Тип 1 75 Миллиметровое Горное Орудие Тип 94 Ручной Гранатомет Тип 2 Неплохо Потихонечку Видите Прокачиваем Вооружение Собственной Армии Такая Музыка Играет Умиротворяющая Прямо Я же говорю Это Медитативное Совершенно Зрелище И можно Расслабиться И спокойно Ждать Все у нас Получается 36 Декабрю 29 Декабря 36 Года Ну Фактически К концу 36 Года У нас Уже Будут Сформированы Какие-то Дивизии Которые Я Которыми Я начну Усилять Квантунскую Армию Не скажу Что это Много И этого Хватит Потому что Дивизии Неполновесные Нормальную Дивизию Там После Прокачки Нужно 5 Бригад Засунуть Ее Мощность Взрастает В разы Ну Понятно Да Знаете Как История Про то Что Один Немецкий Танковый Полк Господи Не вспомню Его название На Украине Сдерживал Три корпуса Советских У них Этот танковый Полк Был Блин Размером Больше Корпуса Просто То есть Именно Размеры То есть Численность Дивизий Полков Как бы Всегда Говорят Что Столько Дивизий У каждой Страны Своё Понятие О численности Дивизий Вот это Смущает Иногда Историков В понимание Что Вообще И как Ну и вообще Редко Так Размещая Эти дивизии Размещать Их Можно Нигде Угодно А только На своей Так скажем Территории Изначальной Так Теперь Вот Самый Такой Неудобный Момент Это Надо Ручками И всех Приписать Квантунской Армии Не знаю Можно ли Это сделать Как то Более Удобно Но Я вот Так Привык Лапками Прописывать Не Конечно Можно Автоматом Там Чтобы Они Сами Прописались Куда Надо Но Я так Не люблю Потому Что Он может Часть Отдать Имперскому Штабу И отправить На Острова И Вадиму На Гарнизонную Службу Нести Смысла В этом Конечно Нет Никакого Так Вот Возвращаясь Дивизиям Практически Каждой Армии Понятие Дивизии Какое-то Свое И своя Штатная Численность У этих Дивизий Ну да Вот Собственно Они Сейчас Будут Потихонечку Их Перевозить И Соответственно Штаб Квантунской Армии Соответственно Своими Планами Будет Их Смещать Только Сформированные Дивизии Имеют Достаточно Низкий Показатель Организации Потому что Они только Сформировались Само собой В бой Они смогут Пойти Но не раньше Чем Через Несколько Месяцев Так Вот Морская Пехота Не позволяет Мне теперь Формировать Подразделение Морской Пехоты Но Это Мне пока Не к чему Конечно Сформирование Новых Дивизий Напрямую Сказывается Здесь На английском Не все Переведено Потому что Перевод Вообще Фанатский Так вот Это Не совсем То что Написано Это В общем Показывает Процент Так скажем Офицеров И их влияние На Вашу Армию То есть Когда Она Пускается Ниже 98 Ниже 100 Процентов Это Означает Что Вашей Армии Не хватает Банально Офицерского Состава Соответственно Ее Организация Начинает Серьезно Падать И страдать Как и управление Этой армией Но Она Становится Менее Эффективной Поэтому Когда Я начинаю Формировать Много Новых Дивизий Соответственно Количество Офицеров В них Падает Вполне Резонно При этом Есть Какой Определенный Прирост Офицеров То есть Он пишет Там 18 6 Офицеров То есть Звучит Забавно Но В принципе Вполне Отражает Что Такое Количество Офицеров Мы Подготавливаем За Месяц Так Эта Технология У меня Становится Неэффективна В развитии Да Вот они Видите Новые Дивизии Которые Я сформировал Они Перетаскивают Сюда На границу Уже У нее Достаточно Войск Стало Хотя За Советами Следят Пристально Следят Противотанковое Оружие Пехоты Стрелковое Оружие У нас Соответственно Да У нас Все Прокачалось Все Это Можно Отменять Потому Что Это Более Неэффективна Прокачка До 40 Года Хотя До 38 Потому Что Идет Ну Как Со Снижением То С Трудом Прокачивается Поэтому Прокачивается Сейчас Просто Невыгодно О Господи Так Танковые Армии Танковые Армии Танковые Армии Не вижу Я пока В них Смысла На самом Деле Авианосцами Заняться Тоже Большого Смысла Я сейчас В них Не вижу А вот Заняться Немножко Авиацией Это Мне кажется Сейчас Имеет Смысл Да Вполне Так Что у нас Получается Да В принципе Средний Топливный Бак Двухмоторный Корпус Соответственно Авиационную Торпеду И Вооружение Двухмоторных Самолетов К сожалению У меня Просто Банально Очков Этих Не хватит У меня Даже Сейчас Будет Нарисуется Проблема С офицерами Из-за этого Но мне надо Немножко Раскачать Их Потому что Я реально Готовлюсь К войне Надо Блокировать Будет Китайские Порты И Блокировать Их Собирать В основном Авианосцами Соответственно Для этого Мне нужны Авиационные Торпеды Для Морского Сражения Но Основные Высадки Конечно же Пойдут Как только Мы начнем Как только Это Случится Кстати И исторический Событие Тоже Присутствует Мост Марко Поло Причем Прикольно Они рассказывают О том Какие Исторические События Есть Японский Гарнизон Фентай Вступил В стычку С китайскими Войсками На мосту Марко Поло Это Столкновение Не сразу Переросло В войну После Экстренных Переговоров Порядок Был Восстановлен Однако Позднее После Ряда Новых Инцидентов Японские Войска Начали Наступление Наступательные Военные Действия То есть Да Вот Инцидент На мосту Марко Поло У нас Появится Там Кнопочка Когда Нужная Дата Подойдет Когда Это В реальности Произошло И мы Сможем Пойти По этому Сценарию Объявить Китайцам Войну Да Все Больше У нас Технологий Перерастает Свой Год Так Скажем Так Возьму Я Военную Медицину Первую Помощь Тоже Очень Полезные Вещи Соответственно Военная Медицина Это Возмещает Потери Которые Идут Боевые Потому что Люди Не Бесконечные А Первая Медицинская Помощь Уменьшает Небоевые Потери Нашей Армии При Переходе Сложных Участков Ну и Вообще В армии Часто Случаются Небоевые Потери Кстати Плохое Снабжение Подразделения Но это Пока Ничего страшного Учитывая Что там Только Одна Дивизия У меня Получает Плохое Снабжение Я думаю Они вполне С этим Справятся Так Что у нас Там Производство Припасов Ага Вот Так Где наша Авиация Вернемся К авиации Легкие Бомбы По-моему На самолетах Они в основном Легкие Установлены Соответственно Опять Мне надо По-прежнему Увеличивать Количество Дивизий Вообще Кстати Дивизии Имеют К тому же И штатный Состав То есть Видите 2247 Человек А по штатной Численности У нее должно Быть 3000 Это как раз Таки Потому что Призыв у меня Только на 3 года И мы не находимся В состоянии Войны Мобилизацию Я конечно Могу провести Но Мобилизация Потребует Затрат Которые Сейчас Просто Нет смысла Перед войной Конечно Я проведу Мобилизацию Дивизии Добьются До штатной Численности И на это Пойдут Как раз Таки Мои Людские Ресурсы Так Организация Операций Среднюю Бомбу Будем Раскачивать Потихонечку И вот Как раз Свежие Дивизии Еще 5 Дивизий В Квантонскую Армию На самом деле Может так Получиться Тут всегда По разному У меня есть План Я представляю Мои действия На ближайшее Будущее Когда Начнется Инцидент С мостом Марко Поло Я Начну Войну С Китаем И всеми Прилегающими Территориями Главное Самое Свалить Национально Китай Как можно Быстрее Занять Нанкин Занять Шанхай По сути Что мне тут Надо будет Занять Циндао Занять Шанхай И Сделать Удар На Нанкин Два пути Снабжения Будут у меня Гарантированных Через порты Крупные И Занятый Нанкин Это по сути Потерянная Столица При этом у меня будет Наступление Идти еще И Квантунская Армия Плюс Пойдет Переброска Сил Уже В занятые Порты С моря Постоянно Высток Морская Пехота Потребуется Исключительно Для того Чтобы занять Плацдарм Никаких проблем Не должно быть Так Новые дивизии Да Готовятся Готовятся Причем Производятся Очень быстро Они всего лишь Тройные Слабенькие Видите Кстати Вот Три-четыре Это по сути Отображает Ну как бы Силу нашей дивизии Да То есть Троечка И четверточка И могу вам сказать Что там Дивизия Тяжелых танков Ну С тяжелыми танками Там может быть И восемь Двенадцать Что то В таком духе То есть Вообще страшно По своей усилии Вот эти Вообще Слабые Но Они Только проходят Модернизацию А вот эти Я так понимаю Ребята Прошли что ли Уже Да У них Арисак Тип 99 70-ти миллиметровый Тип Миномет Типа 11 Полевое орудие Тип 38 20-ти миллиметровый Противонтанковая Витовка Тип 97 У них теперь На вооружении Мои пехоты Именно с этим Мы будем Воевать Да конечно Флотилии Тут Разный Авианосец Линкор Сверхтяжелый Линкор Линейный Крейсер Эскортный Авианосец Тяжелый Крейсер Всего Очень долго Строится Особенно Сверхтяжелые Линкоры Типа Ямато Они очень Долго Строятся Поэтому Менять на них Там пушки Главного Калибра Но такого Нет Меняется Как правило ПВО Апгрейдится После прокачки Так Промышленная Эффективность Также у меня Уже Надо Менять На что-то Более Актуальное Давайте Возьмемся Прокачивать Авиационные Двигатели Потому что Снова Долго Качается Коэффициент Прокачки Долгий О господи У нас Еще и Нарисовывается Проблема С энергетикой Надо еще У советов Прикупить Так вот Если мы Вяжемся В войну С советами То это Будет Реально Очень Грустно Потому что Если взглянуть На карту Снабжения Ой Инфраструктуры Ну мне Сейчас Недоступна Она Ну тут В общем У советов Это полная Жопа И что-либо Тут У них Захватывать Ну по сути Транссибирская Магистрали И все Остальное То есть Мы углубимся Даже если Я сосредоточу Здесь большое Количество Войск Но это Не будет Иметь Никакого Смысла Потому что Эти войска Не будут Просто Получать Снабжение Даже Даже если У меня Припасы Будут Просто Не будет Возможности Их туда Доставлять Из-за Плохой Инфраструктуры Чем дальше Ты углубишься В территорию Советского Союза Чем дальше Пойдешь Тем хреновее Будет Потому что Портов Нету Потому что До порта Этого Мы еще Дойдем Но Дойти До сюда Это вообще Нереал Просто Чернышевский Удачный Морков Ниже Тугунска Кантуй Дойти До Сибири В теории Можно Но На практике Реализовать Очень проблематично Потому что Начнутся Большие Проблемы Со снабжением А выстраивать Инфраструктуру На захваченных Территориях Очень долго Так Вот мне Собственно Предлагают Принять Вот этот Сценарий Мост Марка Пола Урок для Китайцев Будет объявлена Война Государств Национальный Китай Отношение С государством США Изменится На 10 Великобритания На 10 Советский Союз На 10 Вот Национальный Китай На 50 Шаньси На 50 Клика Гуаньси На 50 Уровень Недовольства В моей Стране Уменьшится На 10 Численность Людских Ресурсов Увеличится На 0,4 Уровень Нашего Нейтралитета Уменьшится На 5 Ну и Собственно Произойдет Событие Инцидент На морсту Марко Поло Рановато Нам пока Это делать То есть Мы не накопили Еще достаточной Армии Квантунской Для Хорошей Такой Наступательной Наземной Операции Поэтому Стоит Обождать Сейчас Новые Дивизии Подойдут Потом Мне надо Будет Сформировать Примерно Ну не знаю Около 15 Наверное Дивизий Морской Пехоты Для полноценной Высадки Для Несколько Полноценных Высадок То есть У меня есть К счастью Флот И очень Сильный Флот Для Полного Блокирования Китайцев И их Портов То есть Я смогу Реально Занять Порты Основные Их Порты Без Труда Но для Этого Мне нужны Дивизии Морской Пехоты Которые Не получают Штраф При Атаке С Моря Но это Довольно Стандартно Массированный Штурм Выучили Тут Наверное Куча Такая Менюшек И прочая Информация Которая Вам Вообще Ничего Не Понятно Но Может Кому Доставит Я Несколько Раз Извинялся За Это Но Я Можно Сказать Играю Для Себя Потому Что Мне Это Нравится Я В Такой Играю Медитативно Расслабленно Может Кто-то Тоже Играет Так Вот Все Истребители Мы Можем Проканчивать Создание Многоцелевых Что У нас Не так Массированный Штурм Я Не Отменил Я Отменил Широкий Фронт Массированный Штурм Не Отменил Где Он Вот Массированный Штурм Там Сейчас В принципе Много Что Такого О Господи У нас Почти Все Готово К Наступлению Ну Сколько Мы Успели 40 Дивизий По Три Бригады В Каждой Дивизии Пока У нас Квантунская Армия Не Такая Уж И Большая Японцы Успели Побольше Нарастить Так Скажем Они И с Китаем Воевали Через Нам Сколько Возились Я Только Не Планирую Да И Перл Харбор Я Устраивать Тоже Не Собираюсь Ну Кстати Тоже Когда Начинаешь Играть Действительно Понимаешь Как Важны Вот Эти Долбанные Острова Гуам Блин Который Придется Брать Если Я Решу В США Ввязаться В войну Черт Гуам Остров Уэйк Остров Мидуэй Эту Фигню Придется Брать Чтобы Отрезать Чтобы Они Не Могли Атаковать Наши Острова Потому Что При Хороших Так Скажем Раскачанных Кораблях Они Нам Могут Делать Высоки Чуть Нигде Угодно Имея Эти Островки А Я Банально Ну И Соответственно Придется Их Брать Чтобы Организовывать Базы Снабжения Чтобы Я Мог Банально Дотянуться И Устроить Выступку Не знаю Где Что У нас За Порт Лос Анджелес Где Лос Анджелес Чтобы Где Лос Анджелес Мне Надо Взять Гребаный Гавайи Их Гнолул Остров Кои Хилу Ну Да Сюда Нам И Придется Прибиться Ладно Пока У нас Китайцы Пока У нас Китайцы Так Мне Нужны Морская Пехота Мне Нужны Наши Морпехи Да В принципе 20 дивизий Давайте Тоже Тройных Не будут Там Без Приукрас Так Скажем Без Выделан Видите Труиц Труиц Перевозят Новые Почему Они Только Этим Портом Пользуются Пока Что Хамхин Корейским Тут В принципе Порт Хороший До Шестого Уровня Раскачан Хотя И в Доляне Тоже Неплохо В Доляне Хорошая Авиабаза Если Я успел Какие Эскадрильи Еще Понастроить То Я Конечно И в Доляне Разместил Но С этим У меня Пока Грустно Что там Штаты Предлагают Военных Припасов Хотят Ну Ладно Конечно Я очень Много Всего Продаю Штатам И Во Время Войны Если Они Разрушат Торговые Соглашения Это Будет Вообще Грусть Печаль Как Это И Было В Реальности Потому Что Мы Много Сразу Всего Потеряем Ресурсов Я толком Накопить Не успел То есть Что у меня Там Нефти Семи тысяч Нету Она Кончится Моментально Я поэтому В принципе И не строю Там Механизированные Бригады Моторизованные Танки Потому Что Да и флотом Особо Потихонечку Постараюсь Не выходить Сейчас В море Потому Что Все это Блин Долбанное Горючее Которого У нас Сейчас Нету Пока Мы Не займем Инда Китай И Сам Китай Нам Очень Тяжело Будет Так Отменяю Я Все Исследования Докачали Мы До Сорокового Года И Дальше Сейчас Смысла Нету Так Здесь У нас Прокачка Идет Здесь Тоже Все Неплохо Немножко Поработать Над Авианосцами Концентрация На Авианосцах Подготовка Экипажа Легких Креселов Подготовка Экипажа Авианосцев Пусть Работает Да Видите Просели Мы Коэффициент Офицеров Просел У нас 81% Не очень У нас Организованная Армия Правильно Мы там Дивизию Наштамповали Через Нам Сколько Ну Ладно Наша Неорганизованная Орда Должна Проломить В зависимости Видите От наших Отношений С СССР У нас Постоянно Войска Перемещаются С границы На границу Но пока Это терпимо Господи Подготовка Пехоты Что Так все Постепенно То это То Снабжение На Авианосцах Сейчас В принципе Придется Уже Снижать Темпы Исследований И именно Тратить Эти очки На Пополнение Офицерского Корпуса Да и В случае Мобилизации У нас Людские Ресурсы Очень сильно Просядут Плюс Нам нужно Какое-то Количество Людских Ресурсов Сохранить Чтобы Пополнять Наши дивизии Во время Боев Если Не будет Пополнение Дивизии Это Туши Свет Они Так и Будут Разбиты И Бесполезные Ну В общем Активные действия Мы не Начнем До Появления У нас Морской Пехоты То есть Видите Чуть Историю Меняю Конечно Япония Не так Воевала Абсолютно Квантунскую Армию Квантунскую Армию Во первых Не так Была Квантунскую Армию Они сильно Успели Нарастить Но Никаких Морских Таких Серьезных Операций Как и Я планирую Они Не предпринимали В начале Войны С Китаем С другой Стороны Они активно В принципе Пользовались Авианосцами Тот же Акаги Воевал С китайцами Ну В принципе У нас Повоюет Я надеюсь Китай Свалить По-быстрому Если удастся Если удастся 38 Года 20 Января Мы получим Какое-то число Уже Эти Дивизии В принципе Их еще Надо будет Подготовить Где наш Транспортный Флот Что у нас Там С транспортными Раз Транспорт Два Транспорт Три Транспорт Четыре Пять Шесть Шесть Транспортов Я не помню Их вместительность Точно Там В дальнейшем Можно Конечно Будет От Морской Пехоте Там Свои Транспорты Построить Там Будет Своя Прокачка В общем Бронетехнику Определенные Придавать Потому что Конечно Проблематично Высаживаться Китайцев Не очень Хорошо Укрепленные Порты Какой-нибудь Гуам Брать Это Замучаешься Если у американцев Это их флот Это Тихий ужас Здесь Тоже Не факт Что американцы Отправят Часть своих Авианосцев В Атлантику Да Кроме Сюда Они Скорее всего Сейчас Все свои Авианосцы Держат В Тихом Океане Если С ними Связаться То Мой флот Раздолбает Очень быстро Я сейчас Уже Более Года Занимаюсь Исключительно Армией Да 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 Давайте Давайте Строите Строите Дивизии Я говорю Игра Очень медитативная Расслабляющая Я уже тысячу раз Это сказал Но я не знаю Мне как-то Хочется Извиниться За отсутствие Экшона Кстати Видите В каком порту Я их Собираюсь Собирать Это в Хиросиме Я вот не помню Блин А сколько Реально Мы дивизий Сможем туда поместить Да Тут периодически Видите Всякие события Случаются Там Которые дают Либо Бонусы Либо Минусы Там На них Можно особо Внимание Не обращать Они не так Сильно Критичны Так В теории В теории Я смогу туда Шесть дивизий Погрузить Потому что Они у меня уменьшены В состава Да Вот все отлично Они туда Сгружаются Соответственно Рядом Поставлю Вот эти Ребят Ждать Ну сейчас ждем Когда у нас Организация Наберется Потом проведем Мобилизацию И займемся Войной Китай Нам нужен Какие Конечно ресурсы Там не очень богато Но какие есть Да богатый Сибири Далековато А потом Индокитай Который Гораздо Вкуснее Никаких Сейчас я Штабов Ими формировать В принципе Не буду Потому что Все равно Я потом Передам Эти дивизии Морской пехоты Под управление Квантунской армией Чтобы они В дальнейшем Участвовали В операциях На земле Соответственно Занимали Третье Клику Гуань Си Юань Юань Вот этот Непонятный Так Почти у нас Все готово Для начала Операции Да Более Я бы даже сказал Чем достаточно Ну вот Организации У нас Конечно Беда Печаль Просто Она снизилась Невозможно Что Будешь Делать Ладно Пора Переводить Мобилизацию Добивать Наши армии До нормальной Численности Видите Начинает Расти Число Соответственно Повышается Организация Также Есть у армии Опыт На них Влияют Командиры Там много Деталей И нюансов Но я поставил Автоматическое Распределение Командиров Просто Когда Ты реально Рулишь Большой Армии Этим Тяжело Очень Управлять Погрузим На борт Числится У нас Первый Порт Которым Мы Займемся Это Будет Циндао Наиболее Такой Адекватный Ну что Поехали Война Так Война Соответственно Началась Война С кем Мы воюем Национальный Китай И северо-западной Земли Ма Почему С Шаньси Мы еще Не воюем Сейчас Шаньси Нам войну Объявит Так Во-первых Служба по требованию Что велит Число Людских Ресурсов И так далее То есть Мы принимаем Законы Тотальная Мобилизация Экономики При войне Ну на этом Все В принципе Там очень много На самом Тоже есть Своих нюансов Но я пока Про них Не хочу Просто Рассказывать Так У китайцев Здесь есть Какой-то Флот Но В принципе Наши С ним Легко Очень Расправиться У нас По-моему Даже Нет Не успели Наши Проапгрейдить Свои Авианосные Группы Ну Не смертельно Главное Блин Подводной Лодки Главное Что у нас Сейчас На переходе Не подрезали Какие-нибудь Китайские Эсминчики Наш транспорт Ну хотя У нас есть В охранении Несколько Эсминцев Государство Синьцзань Решило Ступить В Альянс Коминтерн Да Тут есть Дипломатия Для тех Кто не в курсе Вот такая Вот Интересная Где все Страны Показаны И как Кому Не относятся То есть Правая Страна Это Понятно Держава Оси Верх Это Союзники Ну и Слева И низ Это Коминтерн Синьцзань Решил Вступить Коминтерн Что На мой Вкус Очень Странно Где он Вообще Находится Это Синьцзань Черт А вот Он Ну понятно Ладно У нас Начались Первые Сукопутные Операции Тут Видите Показана И бомбардировка То есть Идет Сейчас И Сражение Если Чуть уменьшить Скорость Максимально Показывает То есть Наши Видите Пехотная Дивизия Атакует На В лесу Две Этих Дивизии Ополченцев Не знаю Какая они Численность Четыре Бригады В общей Сумме Ополченцев Ну их Низкая Довольно Организация Поэтому Наши Без труда Должны Пройти Проходят Авиштурмовые Атаки Да Скоро Мы Доберемся Уже Наш Транспортный Флот Победа Битва За провинцию Плюс Там наши Штурмовики Немножко Работают Да Сейчас Начнется Наша Высадка Вот Китайский Флот Тут Что-то Хочет Вот Это Наиболее А Морские Сражения Тихо Мы Это С нашими Подлодками Встретились Сейчас Нам Напишут Что это Вообще Такое Наш Флотили Проиграл Но Мы Ничего Не Потеряли В принципе Это Подводные Лодки Класс КД Боут Ничего Страшного Там Несколько Было Эсминцев Крессиров Китайских Фигня Ничего В принципе Сделать Не могли Вот Это Самое Главное Пожалуй Сражение С гарнизоном Капывание Плюс 4% Бомбардировка С моря Так Наверное Надо Немножко Подбавить Тут Авиация Делом Займется Это Гораздо Веселее Пойдет Ага Вот Ну тут Очень быстро Произошел Бой Вот здесь Вот Пытались Китайцы Подвезти Несколько Своих Эсминщиков Вывести Из порта Сразу Нарвались На нас Мы Это Вообще Им без Шансов Чуть Скорость Прибавлю Наполовину Так Авиационные Торпеды У нас Прокачались Можно Их На что То Сменить О Стратегическое Планирование Полезно Почти Почти Порт Взят Сейчас Квантунские Ребята Подтянут Сюда Дивизии Свежие И Все Повеселее Пойдет Тем более Видите Территорию Мы потихонечку Занимаем Хотя Бои Сейчас Идут Именно В порту Да Занят Порт Морское Сражение Идет Тут У нас Три Кага Акаги Что там Вообще Китайцы Какие-то Два Несчастных Эсминца Да Они потеряли Нингхай Кузей Байден Дабуджу Какие-то Ну Короче Ужасное Название Но Я вижу Что это Транспорты Я вижу Что это Эсминцы И легкий Крейсер Ничего Ничего В принципе Там Серьезного И не Был Так Перемещаемся К следующему Порту Который Мы Слава Будем Блокировать Соответственно Это Уже Можно Передавать Морскую Пехоту Под управление Квантунской Армии Она Сама Займется Зачисткой Этого Полуострова Не выйдет На соединение Соответственно С этими Частями Так Этих Ребят Надо Отправить В порт Они у нас Во второй Волне Пойдут Блин Чуть не забыл Авианосцы Штурмовые Атаки На этот Регион Занимаются Сейчас После Атаки Они Некоторое Время Атаковать Не могут То есть У них Такой Значок Висит Так Нам Предлагают Вступить В альянс Ось Ну Соглашаемся Че уж Других Друзей У нас Не будет Придется Задружиться С китайцами Пока Все Удачно Новая Зеландия Вступила В альянс Союзники Цинзине Мы Победили Там Собственно Боя Не было Отлично Следующие Шесть Дивизий И уже Атака На Шанхай Да Шанхай Должен быть Взят Крупный Мегаполис Не вижу Там Чтоб Чтоб Общение Было Даже Гарнизон Не будет Это Будет Вим Видите Прямо По часам Идет То есть Ну Реально Игра Очень Долгая Можно Играть Очень Долго Потому Здесь После 45 Даже Не Заканчивается Тихонечко Подвигается Моя Дивизия Ох Тут Кто-то решил Оказать нам Спротивление Причем Мы даже Проиграли Очень Любопытно Каким образом Как-то Нам Оказывают Сопротивление Так Шанхай Занят Вообще Никаких проблем С этим Не было Я И не думал Что будет На самом деле Теперь Нам Надо Больше Больше Присутствие Наше Наращивать Именно На материке Рядом С китайцами Потому Что Реально Территория Очень Большая Вот Это Все Нам Надо Схавать Это Не так Просто Да Видите Квантунская Армия Время Не теряет Так Наша Армия Атаковано Пытаются Они отбить Провинцию Ничего У них Не выйдет Тем более Скорее Вот эти Ребята Им просто Ударят Бок Здесь Тоже Нас Пошло Движение То есть Национальный Китай Он Сейчас Чтоб Не пришел На помощь Именно Шаньси Осуществляется Вот эта Высадка В противном Случае Он То есть Как можно Больше Расширить Фронт Потому Что Если На этом Узком Перешейке Сюда Подойдут Армии Национального Китая И армии Гуаньси Нам Вообще Будет Грусть Печаль Не понагибать Так Я не понял Как у них Удается А Там Нет Там Регулярные Части Вообще Полченцы Атакуют Но Есть На Подкреплении Здесь У нас Полная Виктория Выиграли Так Правка В принципе Авианосцы Можно Вернуть Единственное Что Проблему Китайцев Нечего Негде Занять Больше Портов То И Нету Несмотря На то Что Мы Такие Пакости Творим США Пока С нами Отношения Не рвут Ну Они Кстати В реале Их не рвали С самого Начала Как только Японцы Начали Свои Приключения В Китае Так что И здесь Не спешат Ну Вот Вопрос Сможем ли Мы дойти До Нанкина Ну Конечно Имеющими Силами Вряд ли То есть Не позволит Нам Шесть Дивизий Здесь Создать Какой-то Фронт На Адекватном Вноватая Возможно Начала Если бы Я успел Чуть Подкопить Больше Сил То С Китаем У нас Вообще Соответственно Людские Ресурсы Так же Просели Сильно Сюда Уже Подошли По-моему Части Да Национального Коммунистического Китая Товарищи Мао Что это там Итальянцы Уже В долг Что Да Государство Италии Просит Позвольте Накапливать Задолженность При торговле С нами Это значит Что во время Войны Ну Типа Рендли Изо Своеобразного Просит Нас Организовать Нет Рановато На дворе 1938 год В Европе Пока ничего Толком Не завертелось Итальяшки По-моему Даже А нет Отжали Они себе Эфиопию У нас Пока Все очень Неплохо Идет В национальном Китае Они толком Еще не успели Мобилизовать Свою армию Немножко Подзавязли В Гуанси Но сейчас Подойдут Свежие Дивизии Которые мы Сняли Соответственно С советской Границы И здесь Все будет Гораздо Веселее Хотя Вот именно То что мы Тройные Дивизии Используем С тремя Бригадами Немножко Сказывается На качестве На качестве Это все То что На территории Конечно Заняли Мы потеряем Очень быстро На самом деле Как только Они мобилизуют Войска Поэтому Мне нужно Как можно Быстрее Туда Отправить Подкрепление Ну и Занять Нанкин Возможно Слышали Про Нанкин Точнее Про Бойню В Нанкине Занимались Такими Японцами Хорошими Такими Вещами Даньян Выиграли Улучшили Мы Наши Двухмоторные Самолеты Сейчас Он будет Потихонечку Апгрейдиться Да Вот Идут Кликогуанти Включается Уже Веселье Так Надо Заняться Здесь Вот Эта Вот Область Овесштурмовыми Атаками С авианосцем Соответственно Область Как можно Больше Охватить Блин Я по-моему Не на Все время Поставил А не Непрерывно Все Нормально Так Видите Все больше Боев Разгорается И Если Увеличить Скорость То Они будут Вообще Просто Нон Стоп Поэтому Таблички Эти Некоторые Отключал Чтобы Они Не Докапывались Так Часто Но Все равно У нас Все довольно Неплохо Если Мы Займем Еще Вот Этот Порт Дагу То Соответственно И снабжение Будет Гораздо Лучше А Снабжение У нас Довольно Странное Дезафиговая Инфраструктура Опять Таки Может Сказываться На войсках Вообще В Китае Тоже Снабжение Организовать Проблематично В этих Районах Центральной Китали Самое Простое Снабжение Срама По Море Блин Мы Еще И Проигрываем В битве Потеряно 13 Наших Войск Из 9 Тысяч Они У них 37 Тысяч Армии Вот Здесь Вот На пятачке Стоит Так Приблизи Там Количество Дивизий Сумасшедшее Да Не успели Средоточить Там Силы Национальный Китай Там Национальный Китай Потом Северо-западный Ма Коммунистический Китай Господи А нет Национальный С кликой Они Вот Здесь Вот То есть Вообще Со всякими Китайцами Войми Разнообразными Кто бы Их Считал Удастся ли Мне выйти Здесь В тыл Чтоб Наконец Закончить Здесь Конечно Есть Свежие Войска Которые Сейчас Ступят В бой Но Это Проблема Реально Потому что Они здесь Такие Такую Группировку Держат А вот И да Вот Мне армия Национальная Китая Аж Четырех Различных Китая Почему У них Какое-то Время Даже Ополченцы Сдерживают Наши Армии Морская Пехота Неплохо Показывает Успешно Орудует В тылу Противника Порты Все Выбиты И С снабжением Тут Проблем Нет Ага Соответственно Да Сейчас Он В Антунской Армии Начнет Перекидывать Соответственно Сюда Войска 617 Потеряно Суньшуань Выиграл Победа Нанкин Да Нанкин Сейчас Мы возьмем Отступают Китайцы А вот Что-то Мы сейчас Проиграем Где-то Да Колгане Проиграем Только Его заняли И сразу Приходится Отступать Не очень Хорошо Но зато Нанкин Взят Ладно Ладно Наверное На этом Я первую часть Своего видео Закончу Не знаю Насколько Оно Будет Интересно Для вас Но Пока что Остановимся Напишите В комментариях Продолжим Войну С китайцами В следующий раз С китайцами С китайцами С китайцами